Здравствуйте, уважаемые телезрители! Новорайская вещательная компания продолжает свою работу. Сегодня в нашей студии заместитель начальника налоговой инспекции Любовь Акзамова. И поговорим мы о налогах, об уплате налогов за 2015 год. Потому что тема очень важная, по ней очень много вопросов, очень много изменений. Но и приближается конец срока этого уплаты налога. Ну, первый сразу вопрос. До какого числа гражданам, которые имеют в собственности имущество свое, это квартиры, гаражи, земельные участки, до какого времени им нужно заплатить этот налог, чтобы исполнить свой гражданский долг? Ну, все имущественные налоги мы традиционно платим в конце года. В этом году срок передвинут на 1 декабря. То есть срок не позднее 1 декабря. Всем гражданам, кому пришли налоговые уведомления, кто их увидел у себя в личных кабинетах, необходимо заплатить имущественные налоги. Это налог на имущество, транспортный налог и земельный налог. С чем это связано, передвижка вот этого срока? Значит, впервые граждане у нас получат единое налоговое уведомление, которое сформировано о всех объектах налогообложения по всей территории Российской Федерации. То есть если гражданин имеет имущество на территории Напоуральска, на территории Екатеринбурга, пускай будет в Сочи, то раньше каждая инспекция рассчитывала свои налоги и получала такой гражданин 3 налоговых уведомления. Сейчас он получит одно уведомление. В связи с тем, что эта процедура перехода очень достаточно массивная по всей стране, и срок 1 декабря, он тоже единый по всей стране. Раньше в каждом территориальном образовании, субъекте вернее, был свой срок для уплаты имущественных налогов, то теперь по всей территории Российской Федерации это приведено к единому знаменателю. То есть все граждане России, у нас срок не позднее 1 декабря, в этом году должны заплатить налоги. В своем уведомлении они должны увидеть все имущество, которое им принадлежит, на всей территории Российской Федерации. Как обычно, налоговые уведомления у нас приходят заказными письмами из Республики Башкортостан. То есть кто не получил, может сам обратиться на почту. Все пользователи личного кабинета уже в разделе начислено могут увидеть налоговое уведомление и там же оплатить. Если человек, ну все равно же все знают свое имущество, где оно у них находится. Если человек получит уведомление и все-таки не увидит какой-то объект или какой-то, допустим, дом свой в этом уведомлении, но знает, что он о нем есть, ну технические ошибки возможны. Конечно. Что ему делать? Если получает человек уведомление по почте, он получает единое налоговое уведомление, заявление о сообщении об ошибках и квитанции об уплате налогов. То есть три документа. Если он видит какое-то несоответствие, не указанный объект, указан не его объект, неправильно указаны доли, какой-то вопрос вообще возникает у человека в связи с начислением налога. То есть вот этот бланк заявления, сообщения об объектах, он может нам заполнить, направить в налоговую инспекцию лично, почтой, любым способом. В личном кабинете все еще проще. То есть, во-первых, у граждан этих есть закладка «Объекты налогообложения», где сначала перечислено все имущество, которым он владеет. В следующей закладке начислено открывает налоговое уведомление. Все соответствует. Нажимаем кнопку «Оплатить». Не соответствуем, заходим в раздел «Электронные документы оборот» и пишем сообщение. Все это делается дома. Личный кабинет – это на сайте? Это на сайте налог.ру. Он так и называется – «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». И все сотрудники, в общем-то, рекомендуют его завести? Мы настоятельно рекомендуем его завести, потому что это очень удобный сервис, который… Экономит время, во-первых. Да. Во-первых, экономит время. Во-вторых, на любое обращение, когда приходит личный человек, он может прийти не один. У нас может возникнуть какая-то очередь, допустим, нет времени стоять. Хотя для удобства налогоплательщиков у нас сейчас уже почти 40 сервисов созданы. Можно записаться на прием в инспекцию, можно узнать ставки налогов, не заходя в инспекцию. Можно ознакомиться с нашими информационными материалами, то же самое, не заходя в инспекцию. Но уж знать о той информации, которая передается в отношении гражданина к нам. Ведь всем известно, что мы не являемся регистрирующим органом. Мы информацию получаем из ГИБДД, из Кандастра. Раньше получали из БТИ, из органов ЗАГС. То есть к нам эта информация стекается, и мы уже ее используем для налогообложения. То есть просто из любопытства зайти и посмотреть, все ли верно передано и принято нами. Мы всегда всем гражданам рекомендуем. Давайте еще раз напомним, значит, налог на имущество. Имущество какое? Налог на имущество рассчитывается на жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, объекты незавершенного строительства. Туда тоже входят садовые домики. Доли в квартирах? Ну, соответственно, да. Доли в этом же имуществе. Гостиничные комплексы в собственности. Если это гостиничный комплекс визлица, да, конечно, он тоже входит в налогооблагаемую базу. Вот раньше, когда речь шла об уплате налогов, вот этого вида налогов, а это местный налог, и весь доход идет в местный бюджет, так, и это, в общем-то, значительная доля пополнения нашего бюджета, одна из статей, всегда возникал такой вопрос, как льготники, у которых было большое преимущество перед остальными гражданами, потому что они этот налог не платили, они от него освобождались. У нас налог на имущество физических лиц раньше вообще в налоговом кодексе как такового отсутствовал. Он был принят на основании федерального закона отдельного за рамками налогового кодекса. С 2015 года появилась отдельная глава, которая так и называется налог на имущество физических лиц, где прописан порядок налогообложения. Ставки налога принимаются у нас органами местного самоуправления. Раз это местные поступления, то каждое муниципальное образование решает, по каким налоговым ставкам их граждане будут платить налоги. Также в налоговом кодексе теперь обозначен перечень льгот на уровне федерации, который предоставляется, и также дополнительно предоставляются органы еще по решению Думы. Что такое льгота? Льгота, она носит заявительный характер. Мы об этом уже говорим гражданам ежегодно. То есть у нас по закону пенсионеры имеют право на льготу, по налогу на имущество. И не только пенсионеры. Да, но это не значит, что вы достигли определенной даты, и мы каким-то чудесным образом должны об этом узнать. То есть пенсионер получил пенсионное удостоверение. Я про них говорю как наиболее большую категорию граждан. Ему необходимо прийти в налоговый орган. Либо через личный кабинет направить заявление о том, что он просит, чтобы ему предоставили льготу по налогу на имущество, на транспорт или на землю, чем он там владеет. И представил копию документа, на основании чего он в эту категорию попал. То есть копию пенсионного удостоверения. В этом случае мы применяем льготу для расчета. Еще по льготам хочу сказать. Ранее у нас вообще пенсионеры были освобождены от уплаты налога на имущество по всему имуществу, которым они владели. То есть сколько бы квартир, домов, садовых, домиков у них в собственности не находилось, гаражей, да. Гражданин писал заявление и полностью освобождался от уплаты налога. То теперь, начиная с 2015 года, льгота предоставляется на один вид имущества. Что это значит? Что льгота будет предоставляться на один жилой дом, на одну квартиру, на один гараж, на один садовый домик. То есть если гражданин всем вот этим владеет в одном количестве, да, то он, как обычно, получит льготу. У него по факту сумма налога к уплате будет ноль. Но если при этом у него возникает две квартиры, то сумма налога, которая будет меньше на квартиру, он на нее будет платить. Поэтому сейчас, да, к нам пенсионеры наши обращаются, говорят... У которых дети переписали все. Ну, у которых более одного вида имущества. Они к нам обращаются и начинается, конечно, диалог с того, что вы тут все ошиблись. Мы не ошиблись. Или вы все плохие, да? Ну, это... да. Да. И это требование закона, которое мы, как и граждане, должны исполнять. Я так понимаю, что сейчас люди в своих семьях, внутри своих семей, начнут каким-то образом вот эту проблему решать. То есть обратно. Ну, возможно, для кого это будет проблема. Делить свое имущество обратно, да, чтобы это было не на одном пенсионере, там, допустим. Но это все понятно. То есть это все время. И это все уже 2016 год. А налог там они получают за 2015 год. То есть в любом случае, вот ту ситуацию, которая, ее уже не изменить. Так нет, конечно. И налог они должны будут заплатить. То есть хотят они этого или не хотят. Все верно. Что касается других людей, которые также имеют право на льготу. Точно так же и по ним? Точно так же. То есть порядок применения льгот ко всем категориям льготников одинаковый. Ну, наиболее распространенные категории льготников, которые есть у нас в городе, назовите их, пожалуйста. Ну, как я уже сказала, это люди, достигшие пенсионного возраста, военнослужащие получают у нас льготу. Не очень большая льгота, вернее, количество льготников – это многодетные семьи и люди, участвующие в боевых действиях. Ну, вот это вот самые-таки распространенные. Дети-сироты? Ну, дети-сироты, да. Ну, это тоже мало у нас. Какие еще вопросы возникают в связи с уплатой имущественного налога? Да, сейчас у нас особенно такой наболевший вопрос по инвентаризационной стоимости. Значит, впервые при расчете налога за 2015 год был применен коэффициент дефлятора, установленный приказом Минэкономразвития. То есть берется инвентаризационная стоимость, которая поступила в инспекцию по состоянию на 1 января 2013 года и индексируется на этот коэффициент дефлятор. Он равен 1,147. То есть инвентаризационная стоимость по сравнению с 2014 года выросла практически на 15%. Соответственно, у многих граждан она предельного размера перепрыгнула. То есть у нас же идет градация, где у нас применяется ставка 0,1% для имущества, которое до 300 тысяч стоит. От 300 до 500 у нас применяется ставка 0,3. Все, что свыше 500, ставка 0,8. И особенно те, которые со ставки 0,3 перешли на ставку 0,8, вот у них возникают вопросы. Я еще раз хочу обратить внимание, инвентаризационная стоимость была увеличена на основании вот этого приказа Минэкономразвития на 15%. Соответственно, налоги и тоже увеличились, не просто стоимость. Вот для примера могу сказать, допустим, если квартира стоила 270 тысяч, к ней применялась ставка 0,1, и сумма налога получалась 270 рублей. Дальше мы эту стоимость квартиры проиндексировали на 1,147. Она где-то стала примерно 310 тысяч. То есть к ней уже применяется ставка 0,3, и сумма налога увеличилась на 774 рубля. То есть 270 и 774, сама сумма налога увеличилась в три раза. То есть вот это тот вопрос, который нам больше всего задают граждане. Это тот вопрос, который задавали вам депутаты в том числе на последнем заседании дома. Да. Этот вопрос мы с депутатами обсуждали, как дальше применять ставки налогов, исходя из вот этих коэффициентов дефляторов. Ну и поэтому вас пригласили еще на комиссию, чтобы поплотнее поработать, послушать ваши советы и консультации, чтобы принять решение на будущий год. Ваш профессиональный совет в части уплаты налогов. Существуют какие-то тонкости, допустим, обязательно сохранять квитанции, платить только, к примеру, наличными или только банковской картой. Вот как лучше здесь сделать, чтобы человек действительно заплатил налог и жил спокойно и знал, что все нормально у него, что ничего там не произойдет потом когда-нибудь, чтобы не быть должным. Потому что многие люди очень ответственно относятся, особенно пенсионеры. Да. Ну, здесь все отдается на откуп гражданину. Как ему удобно платить наличными в банке или со своей карты, это решать самому человеку. Еще раз, если человек подключен к личному кабинету, у него вся информация в его платежах отражается там же в личном кабинете. То есть он видит, что его сумма налога поступила в бюджет. Он может также и заплатить онлайн, да? Да. Он онлайн оплачивает, он он видит. То есть информация из личного кабинета никуда не исчезает. Если гражданин не пользуется личным кабинетом, он приходит в инспекцию, получает уведомление, идет его оплачивает. В кредитном учреждении, где он оплатил налог, ему выдается соответствующая квитанция, которую он может вместе с налоговым уведомлением хранить как минимум три года. За пределами трех лет мы уже налог не уплачены и не взыскиваем. Какой-то процент с этой суммы банк вправе брать? Нет. Процент не берется. Процент не берется. Так, еще такой совет. Вот вы проговорили со своей карты. То есть гражданин, ну, к примеру, я, да, будем так говорить, иду платить свой налог, и при этом я должна оперировать своей картой банковской, а не картой, допустим, родственника. Да, поначалу, когда вот у нас открылись личные кабинеты, появилась возможность онлайн-оплаты, да, граждане столкнулись с такой ситуацией, что берется банковская карта одного из родителей, и он оплачивает налоги всей семьи. Ну, или супруга, потому что деньги общие. Налоги – это персонифицированные платежи. То есть плательщик, банк, с того счета, с чего списал денежную сумму, отправляет сведения в казначейство. Казначейство уже распределяет по бюджетам и направляет в налоговый орган. То есть к нам приходит платеж, единая сумма от единого человека. То, что он подразумевал оплату других налогов, мы этого, к сожалению, не видим. И потом уже сталкиваемся с ситуацией, что человек пишет, как так, я оплатил налоги за свою супругу, за своих детей, а у меня переплата возникла, а у них недоимка. Но у нас 45-я статья налогового кодекса, и наша Конституция пока что обязывает каждого платить налоги. То есть сами родители, каждый со своей банковской карты могут оплатить, либо вся семья наличными оплачивает в Сбербанке. Но это вопрос достаточно большой и объемный, он возникает не только у граждан нашего города. И планируется изменение ввести в законодательство, что хотя бы родители за детей могли, они же обязаны исполнить его гражданский долг до 18 лет, чтобы хотя бы у них была такая возможность. Но когда будут эти изменения, мы обязательно до граждан доведем эту информацию. На сегодняшний день пока так. Каждый сам за себя платит налог. Судя по всему, вы с такой ситуацией сталкивались. А как дальше? Мало ли все-таки произойдет такой случай снова? Как дальше? То есть как людям потом дальше из него выпутываться? Идти писать заявление или это все уже через судебный порядок только? Нет, здесь судебного порядка нет. Значит, если у гражданина переплата, он может ее вернуть сам себе на расчетный счет. А тот, у кого недоимка, тот должен пойти и сам себе оплатить эти налоги. То есть это будет все-таки считаться должником? Он будет считаться должником до тех пор, пока он не уплатит налог. И пени накручиваются? И пени накручиваются. А есть какая-то амнистия на пени, допустим? Нет. В данном случае нет, да? Нет, такой амнистии нет. То есть ваш совет профессиональный, быть гражданам повнимательнее? Да. Мы на каждого гражданина, кто владеет имуществом, делаем платежный документ. И с этим платежным документом тут уже ничего лишнего делать не нужно, просто прийти и заплатить по нему. Тем более родители все знают, если квартира, допустим, приватизирована на трех-четырех членов семьи, в том числе и дети, и что дети являются школьники или вообще в детский сад ходят, но наделены уже какой-то долей в имуществе, то они за них идут и оплачивают. Что будет тем, кто все-таки не заплатит налог? К сожалению, такая категория граждан у нас тоже остается, которая забывает своевременно оплачивать налоги, но здесь уже в рамках налогового кодекса начинаем действовать мы. Сначала мы выставляем требования, то есть еще раз напоминаем гражданину о необходимости уплатить налог. Если реакции на это требование не происходят, мы готовим пакет документов судебные органы. Судебные органы у нас снова вернулись к судебным приказам, когда уже наши исковые заявления рассматриваются, выносится судебный приказ, на основании него исполнительный лист, который мы направляем в службу судебных приставов на принудительное взыскание недоимки. Если сумма налога уже достаточно большая, происходит арест имущества и ограничение для выезда за границу для данной категории граждан. Еще такой момент. Ситуации в жизни бывают разные. Существует все-таки какая-то отсрочка от этого крайнего числа, от этой крайней даты 1 декабря? Человек, например, в больнице лежит. Ситуации бывают разные. Да, ситуации бывают разные. Отсрочка от налогов предусмотрена налоговым кодексом. Необходимо обратиться с заявлением, но при этом надо указать причины, которые повлекли за собой невозможность исполнения. То есть на сегодняшний день нам известна уже сумма налога, которую мы должны уплатить не позднее 1 декабря. То есть человек или 3 месяца лежит, не может исполнить эту обязанность в больнице. Может заявлением обратиться в адрес налоговой инспекции, мы уже будем ее рассматривать. А по факту потом такого не может быть, что он же может не просто лежать, а без сознания лежать. Ну это все подтверждается документально. Документально. Конечно, да. В каждом конкретном случае гражданин должен знать, что в принципе… Да, он должен описать, какие обстоятельства повлекли за собой данное нарушение закона. И уже потом предоставляется. Но это все делается до даты уплаты. То есть не после того, как уже наступил срок 1 декабря, и я вспомнила об этом. То есть вы прогнозируете свое имущественное состояние, свои доходы. Понимаете, что для вас это, допустим, неподъемная сумма. И это до наступления срока уплаты необходимо обратиться. Очень много вопросов возникает в связи с будущими изменениями вот этого налога. Это речь идет о том, что налог будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объекта. Вот немножко расскажите об этом, когда это все будет. Потому что люди задают очень много вопросов, не понимают. И каждый, естественно, хочет услышать именно для себя ответ на этот вопрос. Хотя он, наверное, универсальный в какой-то степени. Значит, переход на исчисление налога на имущество с кадастровой стоимости мы должны будем завершить уже к 1 января 2020 года. То есть после 2020 года для расчетов налога на имущество и инвентаризационной стоимости использоваться не будет. То есть сейчас у нас на дворе 2016 год заканчивается, еще впереди 2017, 2018, 2019 год. За это время мы должны все подготовить свои базы для расчетов. Как я уже сказала, расчет ведется единый по всей России. То есть специальных людей в инспекциях нет, которые бы занимались этим расчетом. То есть вся Россия должна к этому процессу подготовиться. Законодательные органы субъекта Российской Федерации должны подготовить соответствующий нормативный акт, где будут установлены ставки этого налога. И кроме того, определить перечень льгот, которые будут предоставляться при уплате этого налога. И в этом случае уже мы тогда сможем перейти до 2020 года. И будет установлен еще пятилетний переходный период. То есть не сразу же вот кадастровая стоимость, вот ставка налога, вот налог. Будут применяться понижающие коэффициенты. То есть на стопроцентное исчисление из кадастровой стоимости еще займет 5 лет. То есть это достаточно такой большой подготовительный период. Мы рассчитываем, что возможно мы уже за 2018 год, в 2019 году, начнем расчет с кадастровой стоимости на территории Свердловской области. Возможно. Если нет, то до 2020 года ситуация может быть продлена. По крайней мере, свердловчане могут жить спокойно до 2020 года. Хотя есть у нас уже территории, на которых это уже происходит. И 27 субъектов они уже перешли. То есть были проведены пилотные проекты, были уже, как говорится, опытные эксплуатации. И 27 субъектов уже перешли на это исчисление. Насколько меняется сумма налога, которую человек получит? Сходя вот из стандартных ситуаций, допустим, обычная квартира в каком-то панельном доме, в хрущевском доме и коттедж. Сейчас я этих примеров привести не могу, но конкретно вот так вот по цифрам. Но данные расчеты мы в инспекции проводили, и сумма налога меняется несущественно. В каких-то квартирах сумма налога уменьшается, в какой-то возрастает, но незначительно. Поэтому там совершенно другой алгоритм расчета налога. Если мы здесь берем инвентаризационную стоимость, ставку налога применяем, получаем сумму налога. Здесь мы кадастровую стоимость квартиры берем, делим, вычисляем стоимость, кадастровую стоимость одного квадратного метра. Применяем льготу, то есть с квартиры, допустим, убираем 20 квадратных метров. А оставшуюся стоимость уже начинаем применять потом понижающий коэффициент и потом ставку налога. То есть там такая колоссальная разница, о которых в начале года, допустим, говорилось. В средствах массовой информации, вот в сети интернет я видела информацию, что там все теперь все граждане все продадут и ничего в собственности не будут иметь. Ну, такого не случилось. Поэтому я тоже думаю, что наша область достаточно комфортно перейдет на это исчисление налогов. То есть вы думаете, что вот по аналогии с Западом, по аналогии с Европой, когда люди, ну, к примеру, получают в наследство какие-то замки, какие-то дома либо имеют их и потом сталкиваются вот с их системой налогообложения, которая, ну, далеко не такая, как у них, там все гораздо жестче и больше платят люди, что люди просто не в состоянии это платить и отказываются имущества. То есть у нас такого в большей степени не произойдет. Я ни одного случая не знаю, когда бы у нас гражданин отказался от наследства. Или от своей собственности. Или от своей собственности, да. По чьей инициативе вот это изменение происходит? Во-первых, инициаторами всегда изменения законодательства выступают у нас Дума. В данном случае это была государственная Дума прежнего созыва. Да. Все изменения, ну, и также вдохновителем было правительство Российской Федерации, Минфин. Да, и на основании вот этого всего было принято решение, чтобы налог на имущество был также удобен для администрирования, также отражало социальное положение в стране, как и остальные налоги. Ну, я думаю, это правильно. А вот на эту кадастровую стоимость имущества влияет? Уже, ну, в данном случае не где по отношению к центру расположена квартира, а в каком городе даже она расположена? Потому что все знают, что квартира двухкомнатная в Навуральске и квартира двухкомнатная в той же самой Москве – это две несопоставимые разницы. И по стоимости, вот если продавать, например, квартиру, то есть это не то, что в разы, это, наверное, в сотни раз разница. Ну, здесь я прокомментировать с точностью до 100% не могу, поскольку оценкой имущества наш орган не занимается. Но кадастровая оценка, по моему мнению, должна отражать не только, где находится квартира, в каком городе, в каком доме она находится, территория, район города должна отражать то же самое, либо это центр города, либо окраина. И тогда это будет справедливая кадастровая оценка. То есть учитывать возраст, наверное, дома, его местоположение. Вот это она все должна. Ну, а я думаю, этот вопрос органам Росреестра нужно будет задать. Все-таки по какой системе проходит эта оценка? Потому что, насколько мы знаем, к нам же никто не приходит и реально не смотрит и не оценивает наше имущество. То есть оно по каким-то критериям, да, по каким-то критериям определенным происходит эта оценка, как я думаю. А гражданин может потом куда-то зайти на какой-то сайт или прийти в какую-то контору, попросить, где, покажите мне, где вот написана моя стоимость. Опять же, на нашем вот сайте налог.ру уже есть информация о кадастровой стоимости имущества. Есть такой калькулятор, когда гражданин, зная свою кадастровую стоимость, либо может ее там же узнать, может примерно просчитать стоимость налога, которая ему, скажем так, светит в будущем. Вот эта система расчета, она сложна для обычного человека? Ну, надо потратить 10 минут времени и понять этот алгоритм расчета. Я не думаю, что она прямо такая сложная. То есть любовь, в принципе, сможет, да? Так, тогда такой вопрос. Вот смотрите, большая часть населения, к сожалению, как бы вы ни уговаривали, как бы ни говорили, что это удобно, не сможет зарегистрироваться в этом личном кабинете. У многих нет просто компьютеров. Пенсионеры, хотя они сейчас и достаточно прогрессивные люди, ну, бывает, что не владеют этим. В таком случае двери вашей инспекции всегда открыты. Да, я хочу напомнить гражданам, да, что мы работаем ежедневно. В понедельник, среда с 9 до 6 вечера, в вторник и четверг мы работаем с 9 до 8 вечера, каждая вторая и четвертая суббота у нас с 10 до 3. При этом, как уже стала традицией такой хорошей, проходят у нас дни открытых дверей. Вот по имущественным как раз налогам будут посвящены наши тематические дни открытых дверей 18 и 19 ноября. Более подробная информация у нас есть в инспекции, есть на нашем сайте. Пожалуйста, приходите в эти дни, мы ответим на ваши вопросы в части исчисления имущественных налогов. Ну и вообще на любые вопросы, которые касаются налогов. Ну, да. В частности. Так, ну все, спасибо вам большое за встречу. Если возникнут какие-то вопросы, я думаю, вы готовы с нами встретиться снова. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова